В нашей жизни очень важно, какую мы имеем цель. Например, мы идем на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. И мы говорим, вот здесь платят больше, здесь меньше. И мы идем ради денег на работу. Мы вступаем в брак и говорим, мой муж имеет такое положение большое, я за него выйду замуж. Он положение такое имеет. У него там трехэтажный дом, две машины или пять машин. То есть очень важно в нашей жизни, какую мы имеем цель. Мы лично какую цель имеем. Но когда мы куда-то идем, то оказывается и о нас это дело имеет цель свою. Мы идем на работу, а на работе есть объем дел, которые кто-то должен совершить. Если мы будем только ждать зарплату, а не будем делать то, что нам положено, ничего не получится. Если мы будем в браке жить, только ездить на машинах, будет у нас горничные, понимаете. А не будем делать какое-то очень важное дело, все распадется и развалится. Но совершенно особая тема в нашей жизни – это отношение с Богом и Церковью Божьей. Это совершенно особая тема. Как мы приходим в церковь сегодня? Нас приводит в церковь проблема. Мы заболели, например. Нет работы, у кого-то нет жениха. У кого-то напряжение в брачной жизни. Мы всех обошли, у всех все спросили, со всеми посоветовались. Здесь нас что-то не устраивает. И тогда мы приходим в храм. Храм – дом молитвы. Храм – дом молитвы. Это еще преддверие церкви. Это еще не церковь. И когда мы приходим в храм, что мы здесь видим в каждом храме? Мы видим иконы. Но нас это сейчас не интересует. У нас проблема. Нам нужно разрешить проблему. Наша цель – прихода в храм – разрешить проблему. И мы спрашиваем. Вот смотрите. Вот к кому мне обратиться здесь, чтобы разрешить проблему? Смотрите. У нас даже нет понимания, что мы пришли к Богу. Что храм – дом молитвы. Молитва, беседа с Богом. У нас нет этого. Мы ищем, как разрешить проблему. И дальше получается, что нам говорят, вот смотри, чудотворная икона. А что я должна сделать? Что я должна сделать? Ну, поставь свечку. Так, размышляю. Надо побольше свечку поставить. Тогда лучше услышит тот, кто на иконе изображен. Или мне говорят, например, что здесь какой-то особый священник есть. Я жду священника. Смотрите. Я пришла в храм – дом молитвы. В храм Божий пришла. Бога я не ищу. Бога нет. Я ищу сейчас, как разрешить проблему. Потому что Бога я не вижу. Икону я вижу. Священника я вижу. Вы подумайте, о чем речь идет. А у Бога есть цель о каждом живущем на земле. Независимо, какого цвета кожи, какой национальности, этноса какого. Это не имеет значения. О каждом человеке на земле. И Господь от нас ожидает, чтобы мы снова вошли в совершенное состояние. Я вот сейчас сказал, в совершенное состояние. Вы пропустили это мимо. Потому что это ни о чем не говорит. Совершенное состояние. Что это такое? Я каждый раз, когда совершается богослужение, все время наблюдаю за людьми, наблюдаю. Молебны совершаются. Все время смотрю, как ведут себя, вы ведете себя. И так смотрю внимательно. Вот вчера служил в Заволжье. Там, наверное, человек 400 было народу. Забит просто храм был. Смотрю, как люди ведут себя. Что они ожидают. И вот на сегодняшний день что получается? Получается, мы можем исцелиться от болезни, если у нас есть. Для Бога это ничего не стоит. Мы исцелились от болезни. Была онкология четвертой степени. Все, онкология нет. Мы просили у Бога, чтобы Господь нам послал жениха. Все, жених уже есть. Уже даже муж есть. Мы уже даже ребеночка родили. Но мы не понимаем того, что мы родились, и вообще мы есть по воле Бога. В воле была Бога. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Кто это сказал? Это сказал Бог. Бог сотворил человека для какой-то цели. Бог сотворил человека в каком-то качестве. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Мы бессмертные с вами. Премудрые. Разумные. Посмотрите, какие качества в каждом из нас. И люди, например, которые живут в этом качестве, которые находятся в отношениях с Богом, даже прозорливые. Они могут сказать, что будет завтра, через 10 лет, через 20. Проблема, с которой мы приходим к Богу, проблема, с которой... В чем проблема? В нас нет Бога. Мы не живем по воле Бога. Мы не живем по закону Бога. Поэтому у нас проблема. А мы пришли разрешить проблему. Освободились от болезней и все. Да проблем осталось еще огромное количество. От того, что мы перестали болеть онкологией, от этого ничего не изменилось. Еще огромное количество всяких вопросов. Смотрите. На все наши вопросы, на все наши проблемы, на все наши любые потаенные, тяжелейшие обращения может ответить только Бог. Больше никто ответить ему может. Поэтому только Бог один говорит, придите ко мне, все труждающиеся обременят. Всех приглашаю. Но может такой быть правитель, чтобы ответил на любой вопрос. Мог ответить премудрый Соломон на любой вопрос, который есть. Да нет, конечно. Он же не сотворил этот мир. Он только творение. Он простая тварь. Значит, тот, кто сотворил этот дом, который мы называем живая планета и Земля, только тот может ответить на все наши вопросы. Мы очень небрежно относимся вот к этой теме. Я часто разговариваю с людьми и говорю, вот смотри, какая молитва есть. И читаю молитву какую-то. Наизусть, естественно. А человек говорит, а где такую молитву вы взяли? Где вы такую? Я говорю, это вот четвертая молитва, в утренних молитвах. А он всю жизнь читает, он всю жизнь читает. Он читает всю жизнь молитвы. А он не понимает, что он читает. Он не понимает, что он читает. Он их просто читает. А молитва, надо молиться. Молитва – это беседа с ангелами, с Божьей Матерью, с Господом, со святыми. Это обращение, это беседа с ними. А он просто читает молитвы. А эти молитвы кто-то написал. Например, Василий Великий, Иоанн Золотович. Я прочитал. Все прочитал. Жил монах в них, он имел много книг, спал на них и не знал, что в них. Поэтому речь идет о чем? Наша жизнь сегодня не складывается, потому что мы с вами не понимаем эту жизнь. Мы ее не знаем. Не то, что не понимаем, мы ее не знаем. Нам родители не дали то, что они должны были дать. Воспитатели в детских садах, в школе. А им, этим учителям, этим воспитателям, этим родителям, их родители не дали. Их учителя не дали. Сегодня наши проблемы в России не потому, что у нас нет воды, не потому, что у нас нет нефти, газа, не потому, что у нас нет золота, алмазов, а потому что мы не знаем, что с этим делать. Мы не знаем вообще, что делать, как жить на земле, мы не знаем. Мы не умеем жить совершенно, болеем, мы не умеем есть, понимаете. Ведь что такое еда? Это же такая экстремальная ситуация, когда я ем. Что я ем? Когда я ем? Да в это время нельзя есть. А зачем ты ешь? Что ты ешь? Для какой цели ты столько ешь? Вот я в своей жизни все попробовал. Не ел, совсем не ел. По 10, по 12, по 15 дней вообще не ел. Не пил воды там 6 дней, допустим. 45 лет не ем мясо, ничего не происходит. Один раз в день ем. Сейчас уже не ем первое, уже не ем его. Все переваренное, вареное, бестолковка всякая. Уже не ем это все. Что я только в жизни не попробовал, все. Но я пробую, я ищу, как можно. Все одинаково. Три дня не ем, через три дня уже я привык уже. Могу не есть хоть 20-30 дней. Все, уже организм привык. Он уже в этот режим вошел. Пью водичку, все хорошо. Хоть 40 дней не буду есть. Хоть 20, хоть 30, уже не имеет значения. Все попробовал в жизни. Почему? Потому что я сильно болел. Я так болел после армии. Я очень сильно болел. Понимаете? И врачи, у меня тысячи этих таблеток, лекарств, этих рентгенов. Я прошел тысячи, понимаете? И толку никакого нет. Потом я стал понимать, химическая таблетка разве может мне помочь? Да нет, конечно. И удалили аппендикс. Разве кто-нибудь мне поставит заново аппендикс? А он же нужен зачем-то мне. Удалили гланды. Они же зачем-то нужны, правильно? А у них сразу вырезали химические таблетки. Больше ничего нет. Поэтому мы на сегодняшний день должны понимать, мы рассуждать должны. Вот этого рассуждения не стало. Не стало рассуждения. Вчера, наверное, тысячи людей собрали в Заволжье. Тысячи людей. Позавчера в Семеново я был. Тысячи людей приехали. Праздник был в Семеново. Как лома. А вчера в Заволжье был день Пресвятой Троицы. Как день города. Отслужил службу огромное количество и очень много детей. Много детей. Я подхожу к детям, с детьми начинаю беседовать. Не дают разговаривать с детьми. Эти бабушки, понимаете, они суются, они отвечают на вопросы. Я задаю ребенку вопрос. Нет, они сразу за него отвечают. Не дают слова сказать вообще. Это безумие. Я не нахожу другого слова. Это безумие совершенно. Безумие это нет какого-то способности понимать и рассуждать. Я задаю такие вопросы, которые детям никто не задавал никогда. Спрашиваю, в каком классе. Спрашиваю, какие предметы нравится, что понимает он. Иногда спрашиваю, говорю, давай посчитаем с тобой. Один прибавить один, два, два прибавить два, четыре. Шестой класс доходит тридцать два и тридцать два. Не знаю. Не знаю, что тридцать два и тридцать два. Но зато эта бабушка все говорит. Шестьдесят четыре бабушка за него говорит. Да это потрясающе просто. Вы видите, мужчин нет в храме. Нет мужчин почти что-то. Потому что их уже придавили так, мужчин. Что бедные, они уже рады, что вы ушли в храм. Они хоть дома побудут одни. Они мне звонят и говорят, мы отдыхаем подольше, чтобы служба шла. Вот о чем разговор. Я же вам говорил уже, когда зимой начинается у нас лов, лов начинается зимой, замерзает. Я хожу к рыбакам и говорю, ребята, ну что вы здесь отмораживаете почки? Они говорят, лучшие почки отморозим, чем пила пирит с утра до вечера. Понимаете? То есть мы должны задать самый главный вопрос, о чем я всегда вам говорю. В чем цель и смысл нашей земной жизни? В чем? Только в том, чтобы подготовиться для будущей вечной жизни. И Господь нам для этого все дает. Сейчас мы пройдем по всем храмам нашей русской православной церкви. Заглянем в Белоруссию, в Украину, спросим. Вы знаете заповеди? Кто-то что-то скажет. Мы не понимаем, что это такое. Мы считаем, что мы в храме постояли, мы уже спастины. Все, мы уже спастины. А кто будет с детьми заниматься? Кто будет с мужьями заниматься? Причем не забывайте об этом. Мальчику нужно мужское воспитание. Мужское, а не женское. Не надо из мальчиков делать тряпок. Нужно мужское воспитание мальчику. Я всегда свою помню мать, которая запретила отцу чему-либо учить меня. Она отцу запретила категорически. Не дай бог я там ручку поврежу. Или током меня стукнет. Отец меня мог бы научить всему буквально. Отец все умел. Талантливейший человек был, понимаете. Чистый, никогда не выругается. В жизни никогда не попробовал даже покурить. Прошел войну. Но она ему запретила категорически. Чтоб ничему не учить. Поэтому на сегодняшний день с чего нужно начать, с чего нужно. Возьмите, почитайте Нагорную проповедь Господа, Матфей. Открывайте Евангелие от Матфея. Пятую главу открывайте. И читайте. Пятую главу, шестую главу читайте. Что там изложено? Там изложена цель Бога о качестве природы человека. Мы должны задать вопрос. Господи, какими ты хочешь нас видеть? Не такие, как мы есть. Мы больные. Почему мы больные? Да мы неправильно живем. Почему наши браки не сложились как надо? Да потому что мы вышли не за тех людей, за кого надо выходить. Мой муж пьет. Скажи, пожалуйста, отец твоего мужа пьет, он алкоголик, умир от алкоголя. Зачем ты выходил из-за него замуж? Зачем ты замуж вышла из-за него? А дед, где его одет, тоже умир от алкоголя. Зачем ты, третье поколение, алкоголиком? Я думала, что я его исправлю. Я говорю, ты сама быстрее станешь пить, чем ты его исправишь. Это же очень сложно в третьем поколении человек-алкоголик. Поэтому мы на сегодняшний день говорим, мы такое ощущение, что мы лишены вообще какого-либо рассудка. Потому что нами никто не занимается. Никто не занимается. Нас никто не учит для взрослой жизни. Нас в детстве никто не готовит для будущей взрослой жизни. Детство пройдет очень быстро. Я вчера, наверное, детей 50 спросил. Умеете плавать? Не умеют плавать. 50 человек примерно спросил. Никто не умеет плавать, дети. А рядом, смотрите, какое море огромное. Река какая, Волга. Волга переводится, святая река. Ничего подобного. Фоки сейчас, в каждом городе Фоки. Идите, плавайте. Мы на 83% состоим из воды. Мы без воды не можем. Вода должна быть обязательной. Мы должны в воде, в этой... Вода наша жизнь, понимаете. Мы должны пить не чай, а чистую воду. Чистую воду должны пить. Это само собой разумеется. Вода. Не будет нефти, ничего не случится. Газа не будет, ничего не случится. А без воды нам конец. Без воздуха больше пяти минут не проживем. Без воды не проживем. Пять-шесть дней. И все, и конец. Мы не понимаем этого. Зачем нужна эта школа, скажите? Если в школе нас не научили этим вещам. Гигиене, профилактике. Нас не учили простым вещам. Элементарным. Никакие таблетки не нужны. Вокруг нас аптека. Аптека вокруг нас. Любая травка – это аптека. Но только нельзя рвать эту травку на 50 метров от дороги. Свинец. Один свинец от бензина. Но коровки ходят вдоль дорог. Пасутся козочки вдоль дорог. Потом мы молочко это пьем, понимаете? Мы ничего не понимаем. Зачем мы учили химию? Зачем мы учили биологию? Зачем мы учили физику? Зачем мы это учили? Но тема главная – пришли мы к Богу или не пришли. Это главная тема. Посмотрите, какая интересная мысль. Как я вам сказал, уже вчера сотни людей были в храме. Большой храм, без колонн, свободное пространство. Больше нашего храма. У нас уменьшается 500 человек. Все, храм. Смотрите, служба началась в 8 часов утра. И в это же время начинает формироваться ярмарка. За Волжье 38 тысяч жителей. Ярмарка начинает формироваться. Все, начинает оживать, оживать и ярмарка. Здесь идет храм. В храме служба. События Пресвятой Троицы. Центральная служба года. День рождения Церкви. Христос вознесся. Дух Святой сошел на апостол. Все. Вот если мы берем весь год, центральное событие. День рождения Церкви. Здесь пришли люди на ярмарку. Вот прям, вот здесь идет служба Богу. Я смотрю, кого же больше. Там уже тысячи людей. А здесь стоит, ну, 300-400 человек. И больше не прибавляется ничего. Поэтому мы говорим о чем сегодня. Когда эти люди придут в Церковь. Вчера разговариваю с одним человеком. Я ему говорю, молодому парню. У нас 22 года. Есть такой Глеб. У нас пришел к нам парень такой молодой. 22 года. Я говорю, Глеб, смотри. Интересный момент. В храме такое маленькое количество людей. А смотри, сколько на ярмарке. Он говорит, знаете, Владыка, я заметил, говорит. Богатые люди, говорит, богатые. Я встречал богатейших людей. Но они вообще Богу не благодарят за то, что они богатые. А слово богатый, корень бог. Юль, бог. Богатый, бог. А он даже бога не благодарит за это. Когда он придет в Церковь, когда его прихватят. Когда или принесут. Или принесут. Вы понимаете, вот где весь вопрос. Смотрите, я вам еще открываю тайну. Вчера, не вчера, позавчера приезжаю на службу. Приезжаю на службу. На вечернюю. Здесь я служил позавчера. Все ночные бдения. Все на службу. И вдруг смотрю. Огромное количество мотоциклов. Да каких мотоциклов дороже машин. Я как посмотрел, думаю, надо посчитать. Почитал. 42 мотоцикла. Что такое? Кто приехал к нам? Все вокруг епархии, вокруг нашего здания. 42 мотоцикла. Да цены-то какой. Думаю, может, нам все в утиль сдали. Сейчас мы продадим, думаю. Заплатим за музей. Оказывается, к нам байкеры приехали. Да откуда? Из-за границы приехали. Кто из Чехии? Кто из Словакии? Кто из Польши? Кто из Сербии? Кого там только не было. Иностранцы. А до этого к нам байкеры приезжали другие. Наши приезжали байкеры. Я с ними сто раз разговаривал с нашими байкерами. Все разговариваю. Они вообще в голову ничего не берут. А эти-то какие байкеры-то приехали? Я как увидел, они все в одеждах. Да я сам за один мотоцикл сел. Сфотографировался. Потом перешел на другой. Да таких я машин-то не видел в жизни. Сразу своей родственнице послал фотографию. Я шапку одел, шлем одел, очки одел. Все как положено. Да, уж Галя там будет всю жизнь смотреть. Да. И вдруг они и сами появляются. Здоровые, здоровяки. Все в кожаных одеждах, все в перчатках. Все, да, здоровые такие. Я им говорю, пойдемте в киноцентр наш. А они говорят, зачем, сейчас узнаете. И вы знаете, я с ними, наверное, час общался. Они оказались замечательными людьми. Я им рассказал о нашей жизни. Они так внимательно слушали эти чехи, словаки, сербы. Они такие ласковые, интересные. Я им сыграл там кое-что. Утомленное солнце, понимаете. Из крестного отца сыграл. Ну что я еще могу сыграть? Они довольны, уж хлопали так в ладоши. Я думаю, бедные. Сейчас руки-то отобьют, понимаете. Но что на меня произвело впечатление? Они ласковые, Игорь. Они ласковые люди. Они такие благодарные мне были, что владыка с ними поговорил, понимаете. Да я им такие вещи рассказал. А потом они стали ко мне подходить. Благословите нас. Все подошли. А наши байкеры сидят. Какое там благословение? Понимаете. И вот они, 42 человека, все подошли ко мне, благословились. И одна последняя, видимо, я ей приглянулся. Видимо. Да. И она, я вижу, так не торопится уходить. Им надо уже уезжать, а она не торопится уходить. Задержалась так. Я говорю, ты замужем? Она говорит, у меня четверо детей. Я говорю, ну, поезжай. Да. Вижу, в расстройстве поехала. Села на коняна своего. Хороший мотоцикл такой. Деньги, значит, есть. Да. И вот эти люди уехали. Смотрите, маленькая встреча. Уж столько они со мной фотографировались. Столько они уже подходили. Вопросы какие-то задавали. Замечательные люди. Там были, конечно, и наши тоже. Из России. Ну, какие-то хорошие люди. Я умоляю вас и прошу вас. Прежде чем совершить какой-то поступок, задайте вопрос. Какая цель? Что вы хотите? Может быть, не нужно это совершать? Если вы даже чувствуете, что вы заболели, не торопитесь употреблять лекарства. Не торопитесь. Не спешите. Иногда нужно просто лечь и полежать. Иногда нужно перестать есть. Только пить воду, например. И болезнь уйдет. Не спешите. Особенно, самое главное, не спешите вступать в брак. Смотрите, вчера подхожу. Огромное количество людей стоит. Стоит девочка маленькая. Ну, наверное, там класс третий, четвертый. Но что может ей владыка сказать? Спрашиваю ее. Скажи, как тебя звать? Ну, она там сказала как-то. Нина, там, Маша. Нина, что самое главное в твоей жизни? Бабушка сразу ушки на мошкушке. Все. Ага. Да. Потом она задумалась, эта девочка задумалась. Бабушка говорит, ну, я тебе говорила много раз, самое главное, что? Учеба главная, учеба главная. Я молчу. Еще раз повторяю. Ну, что самое главное в твоей жизни? Говорю, Нина. Она чувствует, что вопрос непростой. Сказать как бабушка? Надо сказать как бабушка. А здесь все слушают. Сто человек. Все. Все слушают. Что же я сейчас скажу? Вы даже не догадаетесь. И вдруг она говорит, все, я не знаю, что. Я говорю, самое главное в твоей жизни хорошо выйти замуж. Бабушка сразу закрыла ротик. Потому что, я говорю, девочка, ты можешь поступить в какой-то институт, он тебе не понравится, ты пойдешь в другой поступишь. Тебе не нравится твоя специальность, профессия, ты переменишь. Тебе не нравится жить в городце, поедешь жить в Заволжье. В Заволжье не нравится, поедешь шарангу. Но когда твоя жизнь не сложится брачная, все разрушится. И тогда ты поймешь, что это невосстановимо. Я помню, я уже пришел в церковь, был молодой человек. И как-то однажды я встретился, не встретился, а просто познакомился с одной молодой женщиной. И что она мне сказала, я на всю жизнь запомнил. Она замужем была, у нее дети, мы познакомились в церкви. И она мне сказала, я еще был гражданский человек. Она говорит, знаешь, я когда потеряла девственность, я сказала, господи, я же никогда больше это не верну в жизни. Представляете себе? Я никогда это в жизни не верну. И вдруг я поняла, что я что-то потеряла очень драгоценное. Представляете? Первый, единственный раз в жизни я встретил человека, который вот так не сказал. Мы не задумываемся совершенно ни о чем. Поэтому я прошу вас, возьмите и целую неделю, целую неделю, вот всю неделю. Если вам не нравится слово целую, всю неделю. Если не нравится всю, полную неделю. Еще точнее, вы не поймете, а то скажете, неделя это один день только, воскресенье, когда ничего не надо делать. Всю седмицу, все семь дней, каждый день читайте вот эту пятую и шестую главу Евангелия от Матвея. И вы увидите в Нагорной проповеди, Господь излагает, какими Он нас хочет видеть. Все прописано. Почитайте раз, десять, двадцать, тридцать, сорок раз. Второе, что почитайте, в это же время, почитайте заповеди блаженства. И самое главное, заповеди страшного суда. Что такое заповеди страшного суда? Это то, за что мы будем судимы. Смотрите, нам предстоит встреча с Богом. Будет определяться место нашей души в вечной жизни. А мы не знаем за что. Я часто спрашиваю людей и говорю, вы знаете, за что нас будут судить? А они говорят, нет, не знаю. Удивительный момент. Господь уже не говорит в заповедях страшного суда ни о молитве, ни о посте. Если когда Он ходит еще, Он говорит, молитесь, да не идите в напасть. Еще говорит о молитве. И сам молится. И сам оставляет иногда учеников и молится. Он говорит о посте, говорит о посте. Когда мои ученики, говорит, меня уже не будет, они будут поститься, мои ученики. Когда упрекали Христа, говорит, твои ученики не постятся. Все это будет. Еще Он говорит, что бесы изгоняются постом и молитвой, Он говорит. Этот род, Он говорит, изгоняется постом и молитвой. Это все было. И вдруг заповеди страшного суда. Все, никаких молитв нет. Никаких постов уже нет. Ничего нет, даже покаяния нет. Оказывается, остается только, стали ли мы в церкви лучше. Мы приобрели тот тип личности, который ожидает от нас видеть Господь. Наша душа вошла в то качество, которое ожидает в нас видеть Господь. Вот о чем разговор. Дело не в том, что мы стоим в храме, что у нас полный храм людей. Дело не в этом. Дело не в том, что ружьем. Дело в том, что убили. Я помню, как-то читал про египетских монахов. И огромный праздник, большой какой-то большой праздник в большом городе. В большом городе праздник большой. Пришло огромное количество людей и в храмы, и на площадь. Огромное количество. А в алтарь пришел из пустыни египетский старец. И старец стоит и плачет. В конце службы подошел к нему предстоятель, который возглавлял службу и говорит, «Что ты плачешь? Ты посмотри, какая радость! Сколько людей в храме и на улице пришли на праздник». А он плачет, даже рыдает. А человек, он был прозорливый. И вдруг он сказал, «Ты знаешь этому предстоятелю? В храме и на площади, в этом огромном массиве людей, всего один человек стоит пред Богом. Один только». Остальные пришли праздно побывать на празднике. А этот человек пришел к Богу. Вот о чем он сделал. И Господь на это обращает внимание. Он говорит, смотрите ученикам, говорит, видите, сколько людей пришло и положили для храма. А вот это на женщину показывает. Она принесла последнее Богу. Принесла последнее. Ей зачтется больше. Я вас очень люблю. Знаете от чего? Что вы мне стали очень близкие и дорогие. Знаете чем? Что вы стали уже много размышлять. Я каждый раз смотрю в ваши глаза и думаю, Господи, какой я счастливый человек. Что сегодня я могу побеседовать с людьми, которые уже имеют другие глаза, не те, что были 10 лет назад. Вы знаете, когда восьмой урок, восьмой урок в школе. Один уже только смотрит на учительницу. Он стоит вот так и сидит и смотрит на учительницу. А учительница говорит, какой Коля все-таки хороший. А Коля думает, когда это все закончится. Вы знаете, я вам открою тайну сегодня, как родным и близким. Я сегодня думал, не дойду до храма. Вы заметили, да? У меня ни голоса не было. Да. Я вчера до глубокой ночи беседовал с татарином. Приехал из Казани. Человек такого знатного рода. Специально приехал. Я его исповедовал. Да. И вот я с ним беседовал так долго. Потом пошел, проводил его. И он... Восемь часов надо ехать до Казани. Провел его до машины. Да. И вы знаете, так сегодня в три часа ночи проснулся. Все. Не могу сомкнуть глаз. Глаз. Душу вынули. Просто вот вынули душу. Кого-то нет души. Я сегодня зашел, думаю, господи. Такого представить даже я не мог. Я не могу представить себе. Говорю, господи, наверное, мне надо уйти просто. Вообще уйти. Да. Просто вот прям увидел вот этот ад. Этот увидел ад, понимаете. Бесня, видимо, напала. Чтобы занимался только своими. Но я думаю, что он уже в следующий раз приедет, уже, наверное, покрестится. Потому что он в таком, он человек ученый, человек ученый, понимаете. Очень образованный человек. Красивый очень человек. В возрасте таком. Удивительный человек совершенно. Я его никогда в жизни не забуду. Он просто удивительный человек. И вот я хочу вам напомнить о том, что попасть в Царство Божие, дойти до Царства Божьего, это не так все просто. Смотрите, пророк Давид, пророк Давид, который, смотрите, сколько он изречений осталось о нем. Сколько осталось его мудрости. Ну, конечно, и Псалтырь, конечно, который мы читаем. Это такое составить, это немыслимо. И вдруг он нам говорит, там будет плач и скрежет зубов. Что он должен был пережить? Видимо, он пережил это и понял, что такое вечная жизнь и что такое маленькая, коротенькая жизнь. Что это такое? Там будет плач и скрежет зубов. Почему? Да не на то мы потратили нашу жизнь. Не тем мы в жизни занимались совершенно. Вот о чем идет разговор. Не тем занимались. Сколько лишних слов. Сколько этой лишней пищи для требухи, для этой пепли. Которую никогда мы не накормим. Она всегда будет голодной. Все ей мало и мало, понимаете. Но сегодня мы уже с вами совершили один удивительный шаг. Мы удивительные действия совершили. Мы вошли уже в храм Божий. Мы уже совершили. Теперь нам нужно что-то понять. Вот если мы не поймем чего-то, там будет плач и скрежет зубов. Если мы не поймем, что такое брак, как мы должны в браке вести, там будет плач и скрежет зубов. Если мы не поймем, как надо правильно выносить ребенка, то мы родим ребенка и будет плач и скрежет зубов. Если даже человек, который идет на правительственный пост, не понимает, куда он идет, и кто с него будет спрашивать за народом, там будет плач и скрежет зубов. И мы с вами уже совершили вот это действие. Я вам, как родным и близким, снова открываю тайну. Вот я иду, каждый день я совершаю, каждый день. Вы знаете, что я? Господи, благодарю Тебя. Господи, как Ты мог меня сделать монахом и священником, да еще и еписком? Господи, как мне Тебя отблагодарить? Господи, что Ты мне дал? Ты мне дал. Мои родители же не были учеными, а я и наукой занимаюсь, и с учеными встречаюсь. Какую Господь дал жизнь, понимаете? Господи, что Ты со мной сделал? Как мне Тебя отблагодарить, Господи? Поэтому сегодня я умоляю и прошу Вас, благодарите Бога, что Господь нас привел в свою церковь. Всех простите, всех простите. Это так сложно бывает. Так бывает сложно. Поэтому сегодня смотрите, сколько нам еще нужно сделать. В храме служба, а на ярмарке тысячи людей, они даже в храм не заглядывают. А день Пресвятой Троицы, они даже в храм не заглядывают. Им важно, что они сейчас здесь купят. Поэтому сегодня у нас особый день. Сегодня завершается очень важный период. Он уже завершился. Все уже прошло. Только недавно мы собрались на Рождество Божьей Матери, а уже Рождество Господа. Только недавно на Рождество Господа собрались, а Господь уже вышел на проповедь, уже крестился. Только мы отметили с вами вот это событие, а уже Пасха скоро, Великий Пост начался. Нас начали церковь готовить уже к Великому Посту, к распятию Господа. Все быстро. И вот сегодня все завершилось. Все. День рождения церкви. Дух Святой сошел на послу. Если бы все, что говорил Христос, было неправдой, никто бы в церковь его не пошел. Если бы люди, которые пришли в храмы Церкви Божией, не получали бы того, что они просят, люди бы не перестали ходить сюда. Если бы через церковь Божию не появилось, не родилось столько святых, да мы не верили бы ничего. Посмотрите, сколько сект сегодня. Туда ходят люди, нет святых. Они читают Евангелие, Библию читают, а святых нет. А наша церковь – церковь святых. И Господь от каждого из нас ожидает не просто стояния в храме, а чтобы мы стали святыми. Когда мы стоим в храме, внимательно слушайте, что поют. Внимательно обращайте внимание даже на возглас. И что мы должны делать? Мы должны делать два дела. Мы должны просить Бога о прощении, кто уже ушел из жизни. И второе – о тех, кто и живет с нами. Не набирайте на себя лишнего, лишнего не набирайте. Нам бы вымолить хотя бы наших близких. Детей, внуков, мужей, жен. Хотя бы близких. Жена Федора Михайловича Достоевского, которая имела эпилепсию, еще и играл в карты. Игрок был. Он даже роман написал «Игрок». Анна Григорьевна, его супруга, она свою жизнь положила на него. И когда он каждый раз проигрывал, не только в России, но и за границей, куда он ездил специально играть, он придет к ней, все проиграл, все. На колени. Анечка, милая Анечка, Аня, я знаю, сейчас все верну. Она никогда его не упрекнула. Она понимала, что это болезнь. Она снимала свои драгоценности. Феденька, не волнуйся, Феденька. Все будет хорошо, Феденька. И однажды этот Феденька проснулся, и отошла от него эпилепсия. Отошла ей страсть к игре. А может быть, не страсть, а порог. И началась другая жизнь у этого Феденьки. И сам Феденька, когда входил в храм, он даже никогда не стоял, как мы стоим. Он стоял на коленях. Он на колени становился. Потому что он знал вину свою перед Богом. Хотел революцию совершить и убить царя. И когда он осознал, что он хотел сделать, за что ему дана эта болезнь, он стоял в храмах только на коленях. Просил Бога. Он как пророк, один из наших пророков. Иоанн Кронштадтский, который все предсказал, и революцию, и бедствие, и Федор Михайлович Достоевский. Вот какая жена должна быть. Сегодня нам нужно о многом подумать. Но начать это, найти в себе какое-то понимание жизни, надо всех простить. Это так сложно. Вы знаете, я смотрю, вот добрый человек уже есть на доброго уже зло. Я всегда думаю, откуда сорняки появились? А ядов сколько? Трав ядов. Думают, Господи, неужели ты яды создал? И яды сотворил? И сорняки сотворил? Ну, теперь-то я знаю, что такое сорняки. Если бы сейчас вы все одуванчики сорвали у себя на огороде с корнями, бросили бы в бочку, налили бы полную бочку воды, и все сорняки, все одуванчики туда бросили, да лучше нет пищи для помидор ваших огурцов. Вот такие будут помидоры. И со мной бы поделились. А сейчас у вас вырастут вот такие непонятно что-то. Поэтому поливайте вот этим помидорчиком. Это же так хорошо. Иногда мы заболеваем такими болезнями, что нам нужны сильные даже вот эти вот сорняки. У меня есть книга «Сорняки». Как лечебные средства. Надо их разбирать. Пока вы телевизор смотрите, а я книжки читаю в это время, чтобы вам потом что-то рассказать. Когда вы подходите и говорите, владыка, помолитесь за моего внука. Я говорю, отдыхайте, я помолюсь, конечно. А вы отдыхайте. Вам не надо, зачем вам утруждаться. Отдыхайте. Вон как Наталья Арсеньевна. Отдыхает, она устала. Она уже 45 лет работает экономистом, бухгалтером, она устала. Она сидит, устала. Видите, она устала. А я в три часа проснулся, ничего, не устала. Она устала. Поэтому мы с вами сегодня вот в каком мире живем. Я хочу пробудить вас к тому, чтобы вы начали размышлять. Господь нам дал способность рассуждать. Господь нам дал способность понимать. Вот что вопрос. Вот это очень важно. Ну и последнее скажу. Скоро все-таки я открою женский монастырь и всех вас в монастырь. И мы с вами будем день и ночь размышлять. Размышлять. Сидеть будем и размышлять. Телевизор смотреть не будем. Интернет не будем. Я даже не знаю, как включается компьютер. Но будем размышлять все время. Так что готовьтесь. Такая радость, что мы встретились в этой жизни. Спаси вас, Господь. И помните, пища, которую мы едим, она тоже нам дает энергию. Но Дух Святой, который обещал Христос послать ученикам и сказал, я если не уйду к Отцу Своему, то Дух Утешитель не придет. Не придет Дух Утешитель. Вот что важно. Ни о воде не говорит, ни о воздухе не говорит. Ни о пище не говорит. Господь говорит о Духе Святом. Дух Утешитель, он говорит. И когда сегодня я причастился, смотрю, все вернулось назад. И все опять стало в хорошем состоянии. После причастия. Нет высшей пищи причастия. Нет высшего действия, чем исповедь и покаяние. Нет высшей радости, кроме беседы с Богом. Когда мы с вами молимся, вы знаете, начинаем молиться. Все уже, не хочется не видеть мира, не слышать его. День и ночь бы беседовал, но телефон напоминает. Вы уже заметили, как только хотите помолиться, кто-то придет. Это обязательно время, кто-то придет. Ведь не приходила эта соседка 20 лет, а сегодня пришла. Поэтому сегодня, я умоляю вас, рассуждайте. Мы находимся, видимо, в святом месте. Вы знаете, я не ожидал, 250 инвалидов привезли. Вы знаете, несколько дней назад, да? 250 инвалидов со всей России. И они здесь почувствовали, многие из них сказали, они сели в автобус, а потом мне позвонил человек, который их сопровождает, и сказал, вы знаете, со многими произошло нечто. кто плакал, говорит, кто радовался. И они, говорит, я ничего не пойму, говорит, все из меня льются слезы. Другой, говорит, радость захватила полностью меня. Я не понимаю, что это за радость. Какое место интересное. Но открою вам тайну. Это ваши молитвы. Это ваши молитвы, ваши слезки. Ваше доверие Господу, Божьей Матери. Замечательно. Мы намаливаем это место, которое когда-то было колонией, которое было психушкой здесь было, болица водников. А сегодня здесь храм, слава Богу, и монастырище. У нас чистые, хорошие монахи наши. Я вас за все благодарю. И как хорошо сегодня мы все оставили. Пришли в храм. Вот Троицын день, и сегодня день Святаго Духа. Я желаю, чтобы мы никогда с Богом не расставались. Целый день ходите и читайте Отче нашу. Целый день. Одну молитву Отче нашу. А хотите, читайте Царю Небесный. Потому что Царю Небесный, Господь нам даст все дары Святаго Духа. Премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий, способность рассуждать, способность понимать, способность творить и служить. Поэтому я прошу вас, читайте день и ночь Царю Небесный. Удивительная молитва. Ну и, конечно, не забывайте та, через кого Господь вошел в этот мир, Божьей Матери. Читайте две молитвы Божьей Матери. Богородица Дева Радости, а вторую – Взбранной Воеводе. Когда у вас что-то не получается, когда что-то не идет, читайте Взбранную Воеводе. Молитва такой силы. Все. Но если вы не будете вспомнить ангела-хранителя, что с вами будет? Он отойдет.